Жизнь на нашей планете появилась около 4,1 миллиарда лет назад. В то время на Земле еще не существовало сложных организмов, деревьев или любой другой привычной нам живности. Наш голубой шар представлял из себя мрачное, горячее, почти необитаемое место. Для того, чтобы эта картина изменилась, Земле потребовалось пройти через формирование континентов, появление богатой кислородом атмосферы, и возникновение океанов, что обеспечило благоприятные условия для развития многоклеточной жизни. Но что если во Вселенной это произошло где-то еще? Только в пределах 50 световых лет от Солнечной системы находятся 11 подтвержденных экзопланет земного типа. И большую часть из них нам еще только предстоит обнаружить. Как могут выглядеть эти потенциально обитаемые миры? И насколько сильно они похожи на нашу планету? Несколько веков назад обнаружение нами экзопланет трудно было даже представить. Однако все поменялось. В 1992 году, когда при изучении пульсара PSR-1257-12 польским радиоастрономом Александром Вольщиным было замечено периодическое изменение частоты прихода импульсов, которое было объяснено влиянием двух планет с массой в четыре раза превышающей массу Земли. Позже данная гипотеза подтвердилась, и таким образом было доказано существование первой обнаруженной вне Солнечной планетной системы. В нее входят три объекта, два из которых имеют массу, близкую к массе Земли, и находятся не так далеко от своего пульсара в созвездии Девы. Из-за своей удаленности и маловероятных условий для формирования жизни система PSR-1257-12 не представляет большого интереса для ученых. Однако ее обнаружение дало науке уверенность в том, что поиск землеподобных миров может увенчаться успехом. Спустя всего лишь три года на расстоянии 50 световых лет от Земли в созвездии Пегаса была обнаружена первая экзопланета. Вращающаяся вокруг Солнцеподобной звезды, которая получила название 51 Пегаса Би. Еще через несколько лет количество подтвержденных экзопланет уже измерялось десятками. И на данный момент науке известно о существовании 4173 экзопланет, находящихся в 3096 разных планетных системах. При этом значительная часть землеподобных объектов еще только ожидает подтверждения своего статуса, которое возможно благодаря повторной регистрации с помощью наземных телескопов. Во всем Млечном пути количество таких небесных тел может превышать отметку в 100 миллиардов, из которых приблизительно одна пятая часть может быть похожа на нашу Землю. Но самым удивительным является то, что многие из открытых землеподобных экзопланет находятся не так далеко от нашей системы. ROS-128b В 2017 году эта планета была открыта европейскими учеными с помощью телескопа High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher или HARPS в Чилийской обсерватории. Объект находится в системе одиночной звезды ROS-128, которая является 13-й в списке ближайших к нам звезд и представляет из себя тусклый красный карлик с массой 0,15 массы Солнца. Обнаружение этой планеты стало возможным благодаря притяжению данного объекта, которое приводит к небольшим колебаниям звездного спектра ее родительской звезды. Наблюдая за этими сдвигами, HARPS способен обнаруживать наличие планет вокруг звезд. Однако в данном случае телескопу потребовалось около 10 лет на сбор данных, чтобы обнаружить эту планету. Данная работа оказалась оправданной, ведь ROS-128b стала второй в списке ближайших к нам экзопланет земного типа, расположившись на расстоянии 11 световых лет от Земли в созвездии Девы. Кроме того, многие астрономы признали ее наиболее умеренной из всех известных экзопланет. Из-за ее массы, температуры и местоположения вокруг достаточно спокойной родительской звезды. Планета совершает оборот вокруг своего светила за 10 дней и попадает в зону обитаемости, так как ROS-128 имеет низкую температуру фотосферы и светимость. Ее также относят к планетам земной группы, и на данный момент ROS-128b является одним из наиболее вероятных кандидатов в потенциально обитаемые экзопланеты. Опроводимые в 2018 году исследования подтвердили, что ее климат допускает существование признаков жизни. Другой экзопланетой в списке ближайших к нам землеподобных объектов можно назвать Глизе-667CC. Небесное тело входит в состав тройной звездной системы Глизе-667 в созвездии Скорпиона, которая состоит из двух оранжевых карликов и одного красного карлика. Первые два компонента A и B разделены между собой расстоянием в 12,6 астрономической единицы, а третий обращается вокруг них на расстоянии 230 астрономических единиц. Землеподобная планета в этой системе была открыта 29 ноября 2011 года в Женевской обсерватории с помощью метода Доплера. Он удален на 22,7 светового года от Земли и является второй экзопланетой на орбите своего светила. Масса Глизе-667CC составляет приблизительно 3,8 массы Земли, а температурный режим, возможно, достаточно близок к земному. Моделирование лаборатории жизнепригодности планет при Университете Пуэрто-Рико показывает, что средняя приповерхностная температура атмосферы Глизе-667CC должна составлять около 27 градусов. Планета получает около 90% той энергии, которую получает Земля от Солнца, и почти наверняка Глизе-667CC находится в приливном захвате, то есть повернута к своей звезде одной стороной. Если наклонение ее орбиты не слишком мало, а масса не слишком велика, то парниковый эффект, создаваемый достаточно плотной атмосферой, вполне способен создавать достаточно комфортные условия для существования примитивных форм жизни. Следующим объектом в нашем списке можно заслуженно назвать экзопланету HD-855-12b, обращающуюся вокруг оранжевого карлика HD-855-12 в созвездии парусов. Его звезда обладает массой 0,69 масс Солнца, имеет возраст, превышающий 5,6 миллиарда лет, представляя из себя одиночное светило главной последовательности. Обнаруженная рядом с ней экзопланета находится на расстоянии 36 световых лет от Земли и обладает массой в 3,6 раз превышающую массу нашей планеты. При этом HD-855-12b можно назвать одной из самых маленьких планет, находящихся в зоне обитания. Обнаружить её удалось в августе 2011 года с помощью телескопа HARPS. Предполагаемая равновесная температура поверхности составляет около 25 градусов, а если планета имеет атмосферу, подобную земной, то её приповерхностная температура должна доходить до 78 градусов. Также на объекте велика вероятность наличия жидкой воды, благодаря чему данная планета долгое время считалась одним из наиболее вероятных кандидатов на обнаружение жизни. Кроме перечисленных объектов, в ближайшем к нам космосе находится ещё множество небесных тел, которые также обладают удивительными свойствами. Возможно, многие из них уже содержат на себе различные формы жизни, и находятся они не так далеко, как мы можем себе это представить. Однако не стоит забывать о том, что какие-то полвека назад человек не мог знать и о десятой части от той информации о Вселенной, которой мы обладаем сегодня. И в будущем прогресс роста наших открытий будет только увеличиваться. Например, 18 декабря 2019 года на орбиту Земли был успешно запущен космический телескоп Европейского космического агентства – Хеопс, который предназначен специально для поиска и изучения экзопланет транзитным методом. Возможно, именно благодаря этому аппарату список ближайших землеподобных экзопланет пополнится. А может быть, именно он станет тем телескопом, который впервые обнаружит во Вселенной инопланетные признаки жизни. Наша наука не стоит на месте, и каждый новый день свидетельствует о том, что человечество стремительно продолжает развиваться. Если этот рост не закончится, рано или поздно мы найдем ответ на волнующий всех вечный вопрос – одни ли мы во Вселенной? И, надеюсь, полученный ответ докажет, что жизнь является далеко не единичной случайностью, а закономерным следствием эволюции нашей Вселенной. Редактор субтитров А.Семкин